И снова добрый вечер, дорогие мои! С вами, как всегда, Алкобарт, и мы, конечно же, будем что-то пить, а заодно об этом обязательно поговорим. Вообще, сегодня записи не планировалось, но мы с женой поехали за сыром. Как это связано, я сейчас объясню. Жена сказала, значит так, за сыром мы едем в какой-нибудь подальше в деревенский магазин. Я хотел было возмутиться, она тем у вас хренали. Она говорит, а чтоб ты меньше денег просирал, потому что ты зайдешь в какой-нибудь там Евроопт, Виталер или еще что-нибудь крупное, и, естественно, просрешь побольше раз в 10, потому что все вдруг тебе станет нужно. Ну, я с этим согласился. Короче, деревенский магазин. Я, естественно, сразу смотрю ассортимент Буфла, ну, потому что это же интересно, это же важно. И нахожу просто волшебные штуки. Ребята, это водка Дипломат 100 грамм и водка Белорусочка Плюс 200 грамм. Я не мог это не взять, понимаете? Я уже сразу понял, что это будет просто битва титанов. То есть, кто победит, непонятно. То ли Дипломат поимеет Белорусочку, то ли произойдет абсолютно наоборот. Но сейчас мы достанем инструмент для чтения. Нифига себе! Да, надо внимательнее смотреть в магазинах. Сейчас расскажу, о чем речь. Давайте с Дипломата начнем, хотя меня уже немножко распирает. Состав вода питьевая исправленная, спирт, люкс, сахар, пищевая добавка, антиокислитель, эскорбинка. Ну, в принципе, кстати, состав-то ничего. Спирто что водочный? Спиртоводочный завод Брестский алкоголь. Маньковичи! Маньковичи! Ребята, это Маньковичи! Только они могли выпустить водку Дипломат. И здесь это просто волшебно. Я не знаю. Ну, я обычно не приближаю, поверьте мне на слово. Знаете, что здесь написано? Белорусочка плюс водка. Это шедеврально, господа! Белорусочка плюс водка. Вообще смесь, кстати, довольно гремучая, я вам могу сказать. Ну, да ладно. Белорусочка плюс водка. Состав вода питьевая исправленная, спирт, этиловый люкс, сахар, пищевая добавка, сода, натрий, двухуглекислый, Брестский алкоголь Маньковичи. Ну, не, Маньковичи, дипломат, это ладно. Дипломат, конечно, естественно, должен быть объемом только 0,1. Вариантов других у нас просто нет. Очень удобно так, дипломатично в карман закинул и пошел. Хотя, кто его будет в карман закидывать? От магазина отошел, ну, вот так вот. И дипломатично к жене. Ну, белорусочка, хрен с ним. Но, белорусочка плюс водка, это шедеврально. Это просто сделало мой вечер вот сейчас. Да, наверное, время открывать. Стаканы, сами понимаете, я взял стаканы безысходность под это дело, потому что, ну, потому что, потому что я решил, что такое надо пить или из них, или из горла. и тут... Ну, что? Как я там говорил, поимеет ли дипломат белорусочку, или все будет с точностью до наоборот? С чего начнем-то? Давайте с белорусочки. Мне вот эта белорусочка плюс водка, это все. Я не знаю, они сами это видели или нет. Ну, я думаю, видели, конечно, но потому что... Ну, это надо брать чисто из-за контр-этикетки. Это первая водка в моей жизни, которую надо брать из-за контр-этикетки. Потому что, когда вы читаете белорусочка плюс водка, не зря, не зря. Слышишь, жена, не зря мы в тот магазин поехали. Ну, белорусочка. Ну, в принципе, что нюхать-то? Из стакана безысходность все пахнет одинаково, безысходностью. Поехали. Маньковичи. Вашу ж мать, Маньковичи. Вы сами это пили вообще? Или вы после белорусочка плюс водка уже вообще глаза там залили и больше нихрена не видели, не чувствовали? Это же... Знаете, я хотел сказать, что это жопа. Нет. Это жопище, ребята. Это откровеннейшая жопище. Такая большая-большая. Да. Ну, правда, с другой стороны, давайте так, ценник и тара соответствующий. Ой, господи. Мне периодически пишут в комментариях, типа, надо там воду брать, ну, чтобы рецепторы освежить и так далее. Вот сейчас бы я от водички не отказался. Так пол-литра бы всадил бы залпом. Причем воды. И вот насколько шедевральное название. Насколько у меня были прям предоргазменные позывы, так сказать. Множественные, неконтролируемые оргазмы собирались случиться. Нет. Фух. Запьем дипломатам. Как-то надо культурно выразиться. Но из... Самая культурная фраза, которая мне сейчас приходит в голову, это хрен редьки не слаще. Потому что... Ну, кстати, мне почему-то показался дипломат реально мягче. По крайней мере, в первом раунде дипломат однозначно поимел беларусочку. Вот комары сейчас будут иметь меня. Причем странно, ветер вообще достаточно серьезный. А эти сволочи вокруг жужжат. Ну, еще по капельке нальем, конечно. дабы закрепить полученный эффект. И начнем уже с другого конца, с дипломатом. Хотя, конечно, можно сколько угодно издеваться над этими двумя водками сейчас. Но, как я понимаю, да и вы все понимаете, целевая аудитория данных напитков, в общем-то, те самые, которые взяли дипломата, закинули в себя и дипломатично потопали к жене. Но здесь, ну, чисто за нейминг, точнее, не за нейминг, а именно за контр-этикетку, реально можно делать плюсик. Кстати, плюсик еще и за бутылочку. У нее вот здесь утолщенное горло. В теории она должна красиво наливаться. Но я прослушал этот момент, потому что находился под впечатлением от дипломатических отношений с белорусичками. И что-то мне как-то грустно и нехорошо. Ладно, дипломат. Чуть-чуть. Дешевый спирт плюс говеная вода. Все это, господа, дипломатия по-брестски. По-маньковичски, я бы сказал. Но, как ни странно, вот сейчас он, по крайней мере, хоть как-то, но зашел. Еще страннее то, что он зашел и в предыдущий раз, с первой. То есть, надо начинать задумываться, что же не так или с дипломатом, или со мной, или с маньковичами. Но у нас еще остается белорусочка плюс водка. Привкус до сих пор стоит. Какой-то достаточно гаденький такой. Ну, опять же, может и стакан безысходность работает. Да? Собака, иди сюда, Бука, иди ко мне. Вот иди ко мне. Иди ко мне, собачку, покажись. Вот тут собак. Бука, иди сюда. Ты хорошая собака. На, понюхай, на. На. Не будешь пить дипломатику. Не дипломатично себя ведет собаку. Что? Чесаться, да? А тебе лишь бы чесаться, сучара ты лохматая. Все, Бука, иди, я на работе, я водку пью. Белорусочка. Да те же яйца, вид сбоку. Короче, что то, что то. Продукт низшей ценовой категории, начального, ценового и качественного тоже, соответственно, уровня. ожидать от вот этого вот чего-то, ну, реально просто глупо. То есть, не помер и слава богу, понимаете? Ну, не ослеп, это понятно, но не помер, и то хорошо. И название, что там, что там. Ну, как? Вот это вот, вот это фунфирико можно назвать водка-дипломат. У нее тут четыре медали еще, кстати. Стоять. Четыре медали у этой фигни. Они сами их себе рисовали, скорее всего. Ну, тут хрен рассмотришь, конечно, но что-то они подозрительно одинаковые. Одна, вторая, и потом точно так же еще раз одна, вторая. Уфу. Видать, какой-нибудь белорусская парадагс, или что-нибудь еще в этом роде. Типа там агровыставка какая-нибудь, и там они с бешеным успехом поучаствовали. У белорусочки же медалей как бы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, господа, восемь медалей. Вот тут верю. Вот тут верю, потому что что? Какой тест? Хрейт тест? Вы что, охренели? Компетишн, что-то там 2009, 2003, еще что-то. Алкофорум или что это написано? Короче, тут этих медалей жопой ешь. Но здесь я полностью согласен. И этой водке я бы лично дал еще одну медаль. Приделать медаль, написать алкобард. Манковичи, пользуйтесь. Все равно я известней, чем вы. Потому что за надпись белорусочка плюс водка я просто преклоняюсь перед тем, кто именно так расставил данные слова. Этого, ребята, молодцы. Но я выпью за дружбу Маньковичей с Маньковичами. Соответственно, за, так сказать, дипломатических белорусов. Ну, вот как-то так. То есть, коктейль алкобард из водки плюс водки. Конечно, можно было бы сверху добавить еще немного водки. Это завершающий стрих. Стрих? Штрих. И вот его как раз сейчас нету. Его не хватает. То есть, что с этим делать? Но, знаете, тогда надо придумать что-то, размешать все это дужкой от очков, например. Ну, хотя бы так. Должен же быть какой-то вот. Вот это вот. Да вроде нет. У меня тут дипломатическая белорусочка. Как она может разъесть очки? Кстати, идея введения медали алкобард идея хорошая. Я же говорю, реально я известнее, чем Маньковичский завод. Фу. Для начала пробуем. Просто найду ли я в себе силы выпить заключительную после этого. Случайно попробовал всю. очень хочется извергнуть это все из себя, но я сильный, я сдюжу, в конце концов, не первый день тренируюсь. Поэтому заключительную мы будем пить на белорусочке. Поясняю. Это, конечно, да. Ну, целевая аудитория, понятно. Зашел в магазин, взял, бухнул, ушел. Настрелял около магазина на следующую, пошел за ней. Белорусочка тут уже по понтове. Во-первых, реально понтовое горлышко. Для маленькой тары, для 0,2 это понтовое горлышко. Ценовая гамма, ну, такое себе. Несколько ядовитые цвета. Обилие медалей в количестве восьми штук. Белорусочка плюс. Почему на плюс? Теперь я понял, потому что белорусочка плюс водка. Ребята, Манькович, вот за это, за вот эти счастливые минуты жизни вам откровеннейшее спасибо, потому что я это увидел реально только сейчас, когда перевернул. Причем, я пытался рассмотреть на ней состав до того, еще без очков, но я просто не обратил внимания на эти верхние строчки. И когда сверху вот это написано, еще раз говорю, белорусочка плюс водка, это, конечно, сочетание прекрасное, но временами довольно ядреное. Поэтому за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вас ждет следующих видео, выходящих с пугающей периодичности, за то, что иногда очень полезно ездить в какие-то мелкие деревенские магазины за сыром и привозить оттуда такие шедевры, за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok